Неожиданная штука, чтобы доказать на этом диагнозе, нужно, я же что-то, при этом я снимаю просто сегодняшнего рассказа, нужно заняться пересечениями в графах. Идея достаточно неожиданная. Давайте объяснимся, что такое граф, который можно нарисовать без пересечения, граф, который нельзя на самом деле пересечать. Посмотрите, если я беру шесть случаев, могу ли я нарисовать их так, чтобы каждая была соединена с каждой, и чтобы было не очень много пересечений. Ну, давайте я просто буду вот так рисовать. Вот шестиугольник, пока пересечений вообще никаких нет. Вот я нарисовал, так, давайте я закрою эту точку, что из нее уже больше ничего не надо рисовать, пересечений пока еще никаких нет. Хорошо, хорошо, так, нарисовал, так, пересечений все, еще нет. Но, к сожалению, к сожалению, уже, так, вот эту же закрылась, да? Да, из нее вышли уже пять адресных, уже все. Но, к сожалению, видно, что здесь уже проблема возникает. Если я хочу соединять вот эту точку с этой, то, к сожалению, я уже не могу это сделать без пересечения, хорошо. Вот возникло одно пересечение, возникло одно пересечение, отсюда выходит четыре, да? Хорошо. Давайте, возникло второе пересечение, давайте я буду как-нибудь отмечать, давайте специальными знаками, да? Вот это пересечения, это не вершина графа, это пересечение. Вот это вот тоже не вершина графа, это тоже пересечение. Так, и что же мне еще нарисовать? У меня проблема. У меня пока только три вершины, допустим, закрылись, а нужно соединять еще точки. Соединяем. Вот эти вот две точки я соединил, возникли два пересечения. Возникли два пересечения. Так, и там я могу соединить пересечения, нет. Так, на этой картинке сколько пересечений вы даете? Четыре. Четыре. А вот интересно, можно ли нарисовать такую же картину, только с тремя? Как считаете? Нарисовать шесть точек, чтобы каждая была связана с каждой, и при этом, чтобы было только три пересечения. Полный граф на шести вершин, это не планарно. Не планарно. Полный граф даже на пяти вершин. Это не планарно. Давайте соображать. Вот полный граф на четырех вершин, это, разумеется, планарно. Вот он так выглядит, да? Замечательно. Если вы добавляете еще одну вершину, то приходится рисовать пересечения. Так, увидим, да? Сколько приходится рисовать пересечений из-за одной вершины? В общем-то, одно, правда? Вот, одно пересечение. Одно пересечение. Но, заметьте, я нарисовал уже довольно много вершин. Раз, два, три, четыре, пять. Так, теперь давайте добавляем шестую вершину. Добавляем шестую вершину. Раз, лебро. Два, лебро. И еще бывает три пересечения. А, пять? Угу. Ну что же это такое? Три лебро. Четыре лебро и пересечения. Пять лебро и еще два пересечения. Можно с другой стороны провести. Да. С какой? Ну, чуть правее пятый лебро. О! 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 Гениальная идея. Действительно. А почему я провожу так? Я же могу взять и поедем в облаку. Вот так, да? И тогда пересечения будет сколько? Три лебро. А, В, С, Д, Е, Ф. Шесть вершин. И пересечения третий, что ли? Смотрите, на этой картинке казалось, что четыре пересечения это лучшее, что бывает. А на этой картинке мы сумели нарисовать граф с тремя пересечениями. Интересно, а как-нибудь по-другому я порисую? Может быть, удастся нарисовать тот же самый граф, полный граф в шести вершинах, чтобы количество пересечений равнялось к двуму. Ну, непланарно, я точно знаю. Я не смогу сделать, чтобы пересечений совсем не было. Но вдруг можно два пересечения или одно. Но, так вот, оказывается, что когда мы с вами разберемся вот с этой задачей на количестве пересечений, то в качестве следствия из этой задачи мы докажем вот это неравенство о количестве инциденций. Это неожиданная идея. Казалось бы, эти задачи не связаны, но на самом деле это связаны.